Друзья, всем доброе утречко. У нас наступил новый день. Сегодня прям очень жарко. Прям пошло такое потепление. Я вот сейчас в футболке, в шортах. У меня еще в планах было вообще сегодня искупаться в море. Не знаю, ну единственное, вот дует ветерок. Он иногда такой прохладный, но не холодный. Короче, скажем так, даже приятно чуть-чуть. Короче, как у меня сегодня началось утро. Утром мне подарили шарики. Потом мне подарили маленькую гитару, которая называется, я ее называю Акулели. Потом Укулели, а правильно Укулели. Наконец-то я выучил ее название. Теперь я буду с маленькой гитарой и жить мне станет намного веселее. Надо осталось научиться на ней играть. Потом я задул свечи и исполнил Дашину мечту. Она мечтала размазать торт, а пчута голову. Вот, как раз у нас под рукой был торт и чья-то голова. Единственное, торт был мороженый. И он стоял в морозилке, и он оказался твердым. Поэтому можно было поломать нос. Но вроде бы все в порядке. В общем, сегодня утром осуществились две мечты. Дашина про торт и чью-то голову. И моя про маленькую гитару. Так что, вот такое доброе утро. Так, я приехал в магазин Карифур. Знаете, что хочу заказать? Хочу заказать здесь суши. Попробуем. Я вот читаю паблики, там, где переписываются приезжие. И большая трагедия у приезжих. Кто в этот регион приехал, говорят, плохие суши делают. Я, в принципе, согласен. Потому что ходил в китайские всякие рестораны. Там все вкусно, кроме суши. Ну, там, где платишь, там, 12 евро за вход. И все включено. Либо там 15 евро. А сейчас вот в Карифуре. Покажу, что я закажу, если получится. И скажу, вкусно и невкусно. Смотрите, там есть отдельный островок, где мужчина или женщина делает суши. И вот такая огромная тарелка. Единственное, тут вес не пишет. Ну, например, 64 штуки. Вот тут разные, видите, там, с трубцом. Ну, очень много всего. Короче, я не эксперт по суши. Не знаю, как называется. 40 евро стоит. 64 штучки. Есть вот 60 штучек. 35 евро стоит. Я еще поезжу по делам здесь. Я заказал. Она говорит, 30 минут надо подождать. Я говорю, окей, подъеду тогда через 30 минут. И, кстати, да, надо время засечь. Сколько сейчас время ходит. И мы, получается, просто дома посидим. Просто с детьми. Короче, мне удобнее всегда дома. Знаете, у нас много игрушек. Дети играются. А мы спокойно сидим. Потому что, когда ходим куда-то, то детям быстро становится скучно. И спокойно посидеть не получается. Ну, что, я вернулся домой. Смотрите, какие суши я купил. Сейчас попробуем. Так, это у нас стоит, сколько я вернул, там, 39 евро. Открываем эту коробку. Вот такая она огромная. Тут суши есть, смотрите. С капустой. Или это салат, наверное, какой-то айсберг по бокам. Ну, конечно, я думал, тут будет какой-то лосось. Сейчас я покажу картинку. Сейчас посмотрите, отличаются они или нет. Но я на всякий случай там взял детям еще вот такие вот. Тут точно есть вот этот. Лосось такие стоят у нас 12,95. Смотрите, какая нарядная Даша. Это у тебя костюм кого? Эльзы? Нет. Да? Это Рапунча Эльза. Да. А Аня, смотрите, какой у нее костюм. Это кто у тебя? Да? Радужная такая юбка. Это этот мультик про пони, да? Да, милая пони, кстати. Это же, как там, радуга-дэш. Смотрите, на картинке они выглядели вот так вот, где мой палец. А, я тебе не дам, если ты не сядешь туда. А в живую они выглядят. Я просто думал, оранжевый лосось. Вот, нет, ну ничего страшного. А в живую они вот так вот выглядят. В принципе, похоже. Найди, знаете, там, 10 или 20 отличий. Или 100 отличий. Ну что, мы приехали в город Венедорм. Проезжали мимо него. О, сегодня, короче, выходной. А выходной для испанцев это всегда праздник. Вот, отличный повод, чтобы... Чтобы ничего не делать. На самом деле, сказали, вот эта неделя, это неделя каких-то праздников. Сейчас вот люди ходят и просто взрывают петарды. Это одиночные петарды. Идем, говорят, тут был какой-то мега фейерверк. То есть просто, знаете, вот такой вот шумный взрыв петард. И весь город, говорят, был в дыму. Это я на фотографии увидела. Потом идем по городу. Здесь играют разные оркестры небольшие. Сейчас вот мимо одного проходим, послушаем. Сразу барная стойка, оркестр, все, что нужно. Все, мы уходим от одного оркестра. И там должен быть дальше другой оркестр. А это конструкция, который... Получается, нет. Здесь как-то интересно, получается. Висят портреты девушек каких-то. И вот в каждом баре собираются люди. Вот непонятный какой-то праздник. Посмотрим. Ну, мы так немножко погуляем здесь. Потом поедем домой. Потому что уже Ани скоро нужно будет ложиться спать. Мы пытаемся выяснить, что это за праздник. Смотрите, проходим мимо каждой кафешки. Это все какие-то команды. Но чем эти команды занимаются, я не знаю. Мне кажется, это соревнование по какому-то, знаете, литерболу. Потому что в основном все пока что сидят и пьют. А вечером, сказали, у них будет какой-то парад. И на этом параде какая-то команда выиграет. Вот. Поэтому, наверное, они сейчас, ну, идет подготовка к параду. И здесь, получается, из улочки в улочку входишь. Везде вот оркестр. И везде команды начинают. Я так понял, они только начинают пить. Смотри, они только столы раздвигают. Если вы знаете, что это за праздник, напишите. Там оркестр. Там тоже что-то происходит. Вы видите, все пьют. Столы во всех улицах. Везде взрываются петарды. Но это как, не фейер-ветки разноцветные, а просто такие шумовые петарды. Видно здесь вообще прям, видите, все разорвано. Это все дети взрывают. Мы когда маленькие были, тоже петарды взрывали. Но я думал, они уже, знаете, это как из начала двухтысячных. А здесь эта тема вовсю прям, смотрите. Продавцы петар тут очень могут хорошо заработать. Ну что, мы идем дальше. Опять проходим между столов. Я думаю, этот праздник многим понравится. Так, пьют водку Смирнов. Пьют какой-то бренди. Это я вижу, что на столах стоит. Опять проходим мимо стола и мимо оркестра. В лечениях тоже тут, наверное, марка будет. Итак, мы сейчас отходим от одного оркестра и переходим к другому. И тут улица столов. Я даже не знал, что здесь такой праздник сегодня. Итак, в краем глаза смотрим, что бьют. Кому интересно. Это улица столов, видите. Говорят, вчера было то же самое. Сегодня второй день. Дети на полу. Знаете, это я так понял, они тут как бы с соседями уходят и сидят за столами. Как говорят у нас в старые добрые времена, когда дружили всем домом, в принципе, здесь, наверное, то же самое происходит. Так, мы идем дальше. Они еще зовут всех. Они зовут, говорят, давай к нам засол. Смотрите, какие огромные столы стоят. Прям гигантские. Все, мы уже выходим с этой улицы. Вышли мы на другую улицу. Здесь уже поменьше людей. Короче, что это за праздник? Оказывается, праздник в честь святых покровителей города туризма. Конкретно сейчас мы находимся в Бенедорме. То есть это такой мирский праздник. Вот, получается, это, как скажем, улица, где огромное количество вот всяких точек, где продаются сувениры. И только сворачиваешь, и тут вот по улочкам начинаются вот эти вот кусочки. С оркестрами стоят столы. Вот такие дела. Поэтому тут вечером, говорят, просто будет, что сегодня просто трешняк будет. Вот уже начинается. Видите, идет. Это точно англичане. Парень, это все британцы, кстати. Вот у них тоже один переодетый, а остальные все как бы, ну, как бы, более стандартно одеты, скажем так. Это чаще всего говорят мальчишник, у них такая. Да, мальчишник. Все, они свернули на эту улицу. Пожелаем им удачи. Тут, смотрите, есть основная улица, но как только сворачиваешь в какую-то улочку, все, тут то же самое. Там стоят столы, вот. Но тут не так активнее, как там, например. Но все равно то же самое, как бы, столы стоят. Я так понял, они выбирают, наверное, какую-то мисс города. Не знаю. Кто эти девушки? И на этой улице тоже праздник, видите? Так, зашли взять мороженое. Даша говорит, дайте мне это мороженое, это мороженое. А она говорит, слушай, тебе вот это вот нельзя. Какое она говорит, нельзя? Вот это. Вот это? Потому что это, говорит, мороженое с алкоголем. Даша. Вот, поэтому. Говорит, детям не продается. Я, кстати, никогда такое не пробовал мороженое. Аж стало интересно. Ну что, купили мы по мороженому. Кстати, здесь очень, по сравнению с другими точками, очень хорошие цены. Я, на самом деле, не хотел мороженое. Я себе тоже купил большое. Два шарика. Вот, что-то не знаю. Думаю, и я возьму мороженое. Ну что, как говорится, за ваше здоровье мороженое. И все хорошее. Солнышко уже садится. Здесь, в принципе, все как всегда. Всегда много людей. Всегда много голубей. Здесь все дома украшены флагом Испании. И потом, вот, святые покровители. Видите? Это очень далеко из дома. У меня, думаю, нету здесь. И опять же, висит опять фото девушки. Какой-то низ. На другом доме там другая фотография. Мы тут читаем. Оказывается, уже прошел этот конкурс. И висит вот эта королева. Королева Бенедорма, да? Фотография. Это да. А остальные это просто какие-то дамы. То есть, какие-то там категории они повыигрывали. А тут пишет королева Бенедорма. На вот этой девочке. Сейчас уже стемнеет, и тут будут шествия по городу проходить. Я даже слышу, сюда идет оркестр. Получается, вот ты ушел в тихое место от праздника, а праздник все равно приходит к тебе. Вот так. И это сказали, вроде бы, аж 7-го числа длится, да, этот праздник? Я не могу найти нормальную шармаку. Да, то есть информация в интернете какая-то непонятная. Сейчас много людей, что-то интернет пока работает. Это сказали. Это сказали. Это сказали. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 догнала. Человек говорит, у нас сегодня праздник, держите конфеты. Короче, да, какой-то загадочный праздник. Она говорит, берите больше. Поэтому, ну... Ну, весело. Да, самое главное, что весело. Знаете, иногда там даже не понимаешь, что происходит весело и классно. Ну, единственное, конечно, эти петарды, это очень громко. Ну, петарды, да, это прям жесть. Прям бахают вообще. Это мы сейчас ушли на детскую площадку. Там в улочках просто жесть происходит. Ну, это не жесть, жесть. Ты просто не был тогда это. Я это только по телевизору увидела. Но вот это, что ты говорил, что были фейерверки. Это не фейерверки, это называется у них маслета. И этот... Вот там вот взрывы. То есть я просто, как узнала про этот праздник, я увидела в группе фотографию Пенедорма. И смотрю, там такой дым, думала, что тут опять пожар. Диана думала, что это пожар, а это, оказывается, не пожар. Это не просто бахают вот эти вот дневные фейерверки. Вот так вот. Поэтому вот такой праздник. Короче, ничего не понятно. Самое главное, что весело. Если вы знаете, что такое пение, напишите. Будет интересно почитать. В принципе, знаете, я тоже подумал. Может создать такую общественную организацию. Я на трубе играть умею. Я учился в музыкальной школе. Вот, тоже на все праздники выступал. Играл в оркестре, кстати. У нас самые такие, как... Праздники были, где мы постоянно выступали. Это 1 мая, 9 мая и день города Алушты. Вот. Потом, что? Вино мне местное тоже здесь понравилось. Поэтому, в принципе, оно... Вот, видите. Вот. Все к этому идет. Короче, мы тут опять разбираемся, что и что. Оказывается, оркестр это не пение. Пение это вот мы шли по улице. И пение вот они сидели за большими столами. Вот это организации, да, были? Вот. Оркестр, то отдельно он просто ходит от стола к столу, от бара в бар. Вот. Нет, я не поняла. Ну, оркестр это, ну, как местные оркестры, которые тут всегда играют. Но просто у некоторых пений был оркестр, у некоторых нет. Сейчас, минуточку дашь, мы пойдем. Получается, я не поняла принцип. То ли оркестр ходит от одной к другой по очереди, то ли каждый, кто себе мог позволить, тот себе заказал свой оркестр. Вот. Почему у одних были играли, у других нет. Смотрите, пение это вот эти вот группа людей, которая идет в красном, а за ними оркестр. Вот пение это люди в красном. Вот что это такое? Люди с кристалями это пение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот смотрите, они вот группой прошли и все. Это не так, что знаете, какой-то парад. Вот группа прошла одна, и вот они идут. А будет парад еще вечером, да? Парад какой-то будет. Через час парад будет. Они просто ходят, вот пьют вот эта группа в красном, а за ними ходит оркестр. Там написано же будет парад, вот эта, рейна, королева, и дамы, и еще чего-то. Там много всего написано. В общем, просто запуталось, знаете. Иногда в таких ситуациях просто не надо думать. Вот пришел, взял коктейль, и там уже адаптируешься. Походу. В данном случае можно и мороженое взять. В данном случае можно и мороженое взять, тоже. В данном случае можно и мороженое взять. Что, мы зашли в тихое место. Короче, здесь заходишь на одну улочку, праздник, какие-то сцены стоят, на другую оркестр. Короче, очень программа насыщенная. И здесь вообще до часу ночи все распланировано. Прям какой-то будет гигантский оркестр написано. Какие-то парады здесь еще будут, салюты будут. В общем, вот такие вот дела. Сейчас, не сегодня салюты? Какой-то другой. Сегодня просто бахтую. Сегодня какой-то дневной был салют, но мы здесь не были. Так что на этой прекрасной сегодня буду заканчивать видео. Желаю всем счастья, крепкого здоровья, мира, всему самому лучшему. Спасибо, что смотрите и подписывайтесь на канал, если это не подписано. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok